Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь после небольшого перерыва очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в информационном блоке от Славянской Церкви, Адвентистов 7 дня, здесь в городе Сакраменто. Хочу передать большой привет всем друзьям, знакомым, теперь уже и в Украине, тех, кого хорошо знаю и с кем познакомился в последнее время. Хочу поблагодарить также всех, кто молился за мою поездку в Украину, за евангельскую программу, которую я имел преимущество там проводить, за то, что Бог хранил меня в пути туда и обратно. Слава Богу, все было благополучно, и я считаю, что это служение было большим благословением в первую очередь для меня. И очень надеюсь, что таким же оно было и для тех людей, кто были вместе со мной все это время. Поэтому еще раз желаю всем вам Божьих благословений. Итак, несколько слов о предстоящей субботе и вообще о планах жизни и служения нашей общины. В эту субботу у нас проповедует пресвитер нашей Церкви Анатолий Бегас. Так что, пожалуйста, молитесь за его служение. Верю, Бог особенную весть приготовил для каждого из нас, которую Он желает провозгласить через его уста. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. В понедельник начинается детская каникулярная программа. Мы очень рады, что можем провести целую неделю вместе с детьми. Я надеюсь, что будет много детей наших, а также немало гостей, которые придут к нам сюда, чтобы вместе с нами исследовать Священное Писание на детском уровне. Вместе петь, вместе делать какие-то интересные поделки. Ну и просто весело проводить время. Поэтому мы приглашаем всех детей. Не забудьте напомнить вашим родителям, чтобы они привезли вас вовремя. Надеюсь, вы все зарегистрировались. Так что будем рады с вами встретиться. Ну, а всю церковь прошу молиться за эту программу, чтобы эта весть, которая там будет звучать, она касалась этих детских сердец. Они, в свою очередь, могли делиться с этим всем, со своими родителями. Поэтому, пожалуйста, молитесь за эту программу. Началась регистрация на наши летние лагеря. Это такой сезон целый. И я уже подсчитал, что это будет весь июль месяц. Практически весь месяц я буду в лесу. Но я очень надеюсь, что я буду там не один. И многие из наших братьев и сестер, наших друзей и знакомых зарегистрировались на эти кемпинги и будут вместе с нами. Хочу сказать, что регистрация открыта. Сейчас вы можете увидеть ссылочку, QR-код, для того, чтобы вы смогли зарегистрироваться на лагеря семейный, общецерковный и мужской кемпинг. На следопытский кемпинг вам нужно регистрироваться у Богдана Сыпьюка. Здесь его номер телефона. Поэтому, пожалуйста, позвоните, если вы хотите, чтобы ваш ребенок от 10 до 15 лет был на этом лагере. Ну а молодежный лагерь, QR-код еще не сделан, но регистрация тоже уже открыта. В описании к этому видео вы найдете линк для того, чтобы зарегистрироваться на молодежный кемпинг. Так что не пропустите эту возможность быть вместе с нами на этих летних лагерях. Это будет очень интересно. Я думаю, что будет благословением для каждого из нас. Хочу сказать, что в этом году регистрация обязательна. Так что, пожалуйста, сделайте это как можно скорее, так как количество мест, оно ограничено. Мы будем очень рады всех вас видеть на этих встречах. Также хочу напомнить, что 17 июня в 5 часов вечера у нас будет концерт фортепианной музыки. Я очень надеюсь, что это тоже будет хороший вечер, где мы сможем прославить Бога. Знаете, это дело не только в музыке. Дело в атмосфере, дело в общении. Я верю, что это будет благословением для всех нас, и это все будет во славу Божьей. Так что не пропустите этот концерт и приглашайте ваших друзей и знакомых. А 24 июня у нас будет служение вечери Господней утром и служение памяти Павла Полыги вечером в 6 часов. Так что этот месяц будет тоже достаточно насыщенным. И еще такая информация для вас, надеюсь, она будет кому-то полезной. Если вам нужны услуги хорошего автомеханика, а ко мне не раз обращались, кого бы я посоветовал, вот, советую, то звоните по номеру телефона 916-833-6767. Я думаю, что эта информация тоже будет для кого-то полезной. Ну и молитвенный блок. Продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, за Валентину Жигаева, за Ларису Подоляко. Молимся и дальше за Павла Власака, за Ярослава Руснака. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. Пусть Бог благословит и поддержит каждого, кто нуждается в физическом здоровье, у кого есть какие-то духовные переживания. Молитесь, дорогие друзья, за наши семьи, за наших детей, за наших родителей, бабушек, дедушек, чтобы Бог хранил и поддерживал каждого из нас. Ну а главное, чтобы мы все были с Богом. И тогда с Божьей помощью мы преодолеем все трудности. И если даже теряем родных и близких, то обязательно встретимся с ними вновь. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Третий Псалом, Пятый и Шестой стихи. Я взываю к Господу, и Он отвечает мне со Своей Святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Пускай это надежда и упование, которые были у Давида, будут и в нашей самой жизни. Всего вам хорошего, дорогие друзья, Божьих благословений. До встречи на нашем служении тут в Царьке или же в прямом эфире.